Казалось бы, 21 век, а связь до сих пор не везде ловит. Уехал на дачу, и все разговоры с перебоями. А в связи с тем, что многие перешли на удаленку, сотовая связь и скорость интернета стала чем-то незаменимым. Это еще не говоря про школьников, у которых вся жизнь в соцсетях. Да и как посмотреть любимого блогера без интернета. Поэтому в этом видео я расскажу, как сделать так, чтобы твой гаджет принимал интернет везде. Вообще связь пропадает из-за того, что волна от вышки не может обойти препятствия, которые больше ее длины. То есть, если вышка связи от тебя далеко, а вокруг тебя лес или дома, а не чистое поле, например, то сигналу попросту сложнее до тебя добраться. И тут есть два выхода усилить передачу. То есть поставить рядом еще одну вышку или уйти в то место, где она ближе. Но можно и усилить прием, то есть расширить зону приема сигнала твоего устройства. Самое первое, что нужно попробовать, начать с настроек телефона. На ютубе и вообще в интернете их полно. Но самый простой способ, которым я и сам пользуюсь, это приложение 1111. Просто скачиваешь, нажимаешь «включить», и оно само настраивает под оптимальные сетевые настройки. Из-за чего можно выжать максимум от скорости, которую предоставляет тарифный план. Но все же это больше городское решение, если где-то в городе проседает интернет. На даче тоже может помочь, но не всегда. Мне лично не помогает. Зато в городе, в метро, в лифте, да и на окраинах города – незаменимая вещь. А на даче самый простой способ – это антенна, как в старых телефонах. Именно за этим их и ставили раньше. Так как связь была еще в новинку, а зона покрытия была маленькая. В сравнении, в 2004-м в Москве было всего 70 вышек, а сейчас – 10 тысяч. Сделать антенну, конечно, можно из подручных средств. Разобрав телефон, находим на плате антенну и припаиваем проводок. Но это слишком колхозно, поэтому не советую. Если важна только связь, а на интернет, в общем-то, все равно, то проще купить старый телефон, так как он лучше принимает сигнал. Если все-таки не хочется ходить с древним телефоном, можно приобрести специальную антенну для телефона. Такие продаются во всяких интернет-магазинах. Одни из самых дешевых – на Алиэкспресс. Если многих заинтересует, в комментариях оставлю ссылки. Только тут тоже надо выбирать с умом под разъем вашего телефона и отзывом. Очень часто бывают случаи, когда эта антенна просто ловит радио. Я как-то купил такую под разъем 3,5 для наушников. Пару палочек она прибавляет, но чудес ждать не стоит. Если просто пропадает связь – это выход, а если вообще не ловит, то и антенка навряд ли спасет. Если крайне важен интернет, надо купить модем с возможностью подключения внешней антенны. Они тоже разные есть, например, такие, которые работают от USB и продаются почти в любом магазине. То есть, если интернет нужен только дома, на даче, этот вариант вполне подойдет. А есть модемы, которые работают от аккумулятора. Отличная штука в поездку или в поход, где нет постоянного доступа к электричеству. Да и по характеристикам и качеству они лучше, чем обычные USB-модемы. Одним из самых нормальных считается от Xiaomi. Только обязательно купите внешнюю антенну, так как у модемов собственная антенна не предназначена для расширенного приема сигнала. Гаджет реально очень удобен. Я родителям на дачу такую поставил, теперь всегда у них интернет есть на всех устройствах. И я в случае чего могу взять с собой ноут и не переживать, что у меня не будет интернета. Тот модем, который я поставил, рассчитан на раздачу сигнала восьми устройствам одновременно. Симка подходит от любого оператора. Но есть и более прокачанные модели. Также, если заинтересует, дайте знать в комментариях. Поищу подходящий по разной стоимости. Самый прошаренный и дешевый вариант в плане интернета — это взять хорошую большую антенну, повесить ее куда-нибудь повыше и через переходник внешней антенны присоединить к USB-модему, а сам модем воткнуть в роутер. И все, интернет будет чуть ли не как в квартире. Ну, не совсем, конечно, но это менее затратно и сложно, и в большинстве случаев хватает. Но это касаемо только интернета. Самый же правильный и универсальный способ, по моему мнению, немного другой. Он позволит и 4G, и даже 5G поймать, при этом и сотовая связь будет на высоте. Как я уже говорил в начале, есть два способа сделать так, чтобы устройства принимали сигнал. Усилить прием, то, о чем мы говорили, антенны и тому подобное, и усилить передачу, то есть поставить еще одну вышку рядом. И оказалось, что это сделать в разы проще. Есть такая штука, как репитер. Это устройство, которое состоит из внешней антенны, усилителя и внутренней антенны. В общем, внешнюю антенну вешаем повыше, она будет нашей вышкой, и от нее передается сигнал на усилитель. Естественно, сигнал усиливается. А дальше он передается на внутренние антенны, расставленные по участку или внутри дома. И получается такая маленькая вышка, которая прямо рядом с тобой, и, естественно, это самый лучший способ как для сотовой связи, так и для интернета. Какой репитер выбрать? В принципе, почти любой подойдет. Цены разные и очень сильно колеблются. Могу дать такой совет. Смотри на частоту усиления сигнала и размер внешней антенны. Если в приоритете сотовая связь, то частоты около 1000-1200 МГц должно хватить на офигенную сотовую связь и 2G интернет. Если интернет нужен больше и вообще хочется 5G на даче, то позвоните вашему телефонному оператору и спросите, с какой частотой работают вышки вблизи того места, где хотите поставить репитер. Конечно, такой репитер может быть достаточно затратным, зато проблем ни с интернетом, ни со связью не будет. Ну а если совсем не заморачиваться, то лучше всего подойдет универсальный репитер. Правда, до 5G они сейчас вряд ли способны дотянуть, но до 4G спокойно. Он уникален тем, что частоту можно менять, и даже при смене оператора у вас все равно будет качественная связь и интернет. Если вас также интересует, что бы выбрал я, вы знаете, что делать. Поняли? Поняли! Чтобы сократить затраты, можно взять старую антенну, оставшуюся от телека, или найти где-нибудь по дешевке. И тогда останется только купить усилитель и внутреннюю антенну. Усилитель, конечно, придется настраивать, но это в разы дешевле, чем покупать целый репитер. Чтобы настроить усилитель, есть такое приложение, как сотовые вышки. Там все просто. Открывается карта, на которой отмечено ваше местоположение и ближайшие вышки. Выбирайте оператора и ближайшую вышку. Поворачиваем в сторону вышки антенну и ставим такую же частоту, которая показывает приложение. И все. Эти способы подойдут, если заранее закупиться и подготовиться. А что делать, если уже на даче и заказать все и выбрать нет возможности? Берем модем и обычную спутниковую тарелку, закрепляем модем на антенну тарелки, так, чтобы сигнал шел в саму тарелку. Вешаем эту тарелку куда-нибудь повыше и также через приложение сотовые вышки находим нужную нам вышку. Направляем тарелку на эту вышку и через USB кабель подключаем устройство. Можно комп, можно роутер. Роутер даже лучше будет, особенно если повесить на крышу дома. Только если вы планируете долго пользоваться этим, то позаботься об изоляции модема. А то вдруг дождь и все, придется новый модем брать. Ну а если совсем срочно надо, то можно взять один телефон, включить на нем раздачу Wi-Fi и на шариках запустить воздух. Из-за того, что телефон на высоте, он лучше принимает сигнал. А так как вы, по сути дела, находитесь под телефоном, уровень раздачи сигнала от него получается прямым. И, соответственно, уровень приема высокий. Да вообще, если помех в виде домов и деревьев немного, то даже ноутбук в доме может спокойно подключиться без каких-либо проблем. Мы как-то так делали, большой компанией. Если что-то срочно надо в сети, это отличный способ. Это всего лишь способы облегчить жизнь. Оптоволоконный интернет в квартире намного лучше, чем мобильный. Как ты не старайся. Если у вас нет потребности в скачке больших объемов данных и высокой скорости загрузки, то это отличное решение. Если какие-то ссылки понадобятся, пишите в комментариях, чтобы я знал. А так не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Все, давай, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok